Коллеги, здравствуйте! Я написала для вас крайний пост о прокуроре. Мы часто не обращаем внимания на то, что нарушаются наши права. Если мы обратимся к закону, то практически в каждой статье у нас говорится о прокуроре, но не о помощнике прокурора. Итак, если мы откроем статью 164 ГПК РФ, там сказано о том, что председательствующий объявляет, застав суда, сообщать, кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителей сторон и третьих лиц. То есть в этой статье говорится о том, что в качестве прокурора. Тут не говорится о том, что помощника. Но далее, давайте дальше смотреть. Если мы откроем закон о прокуратуре, то видим, что в судебных заседаниях должны участвовать прокурор и его заместители. Также в законе о прокуратуре, по статье, если мы откроем статью 40.4, то видим там, что прокурорам не допускается нарушение, должны свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления. Прошу заметить, малейшего от них отступления, как сказано в законе, так и должно быть. То есть точно так же прокурор должен соблюдать закон. Немалейшего отступления от закона. И непримиримо бороться с любыми нарушениями закона. Кто бы их не совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора. Активно защищать интересы личности, общества и государства. Чутко и внимательно относиться к предложениям, жалобам граждан, соблюдать эффективность, справедливость при решении судеб людей. А также должны разъясняться права и право на юридическую помощь. А сейчас мы посмотрим на статью 161 ГПК РФ. В судебное заседание председательствующий судебное заседание устанавливает личность явившихся участников процесса, проявляет полномочия должностных лиц и их представителей. В данной статье есть интерактивная ссылка. Вот если вы на нее нажмете, да, на личность, и вы попадаете на постановление пленума за номером 13 о применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении разрешения дел в суде первой инстанции. Итак, устанавливая личность, явившись в судебное заседание участника процесса, надлежит выяснить их фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы и жительства. Суд устанавливает личность гражданина на основании исследования паспорта, служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. Кроме того, следует выяснить должностного лица и его представителя и объем его полномочий. Статья 48, 54 ГПК. Значит, все-таки мы должны выяснить, кто явился в качестве прокурора. Мы, как равные участники процесса, мы не забываем об этом. Мы должны тоже выяснить, кто же все-таки присутствует в нашем судебном заседании. В судебном заседании, согласно статье 45, должен присутствовать прокурор или его заместитель. Участие прокурора в деле и его полномочия должны быть проверены и занесены в протокол судебного заседания в качестве участника процесса. Как участник, еще раз повторюсь, процесса, у вас есть право проверить полномочия любого участника процесса, включая полномочия прокурора, связанных с его назначением и участием в вашем конкретном деле, в котором вы также участвуете. Важно узнать, кто направил прокурора в суд для участия в судебном заседании и какие документы были представлены для участия в конкретном гражданском деле. Прокурор не просто случайно присутствует и решает, принять участие в вашем процессе или нет. Его участие должно быть основано на распоряжении руководителя и иметь соответствующее обоснование. Судья, в свою очередь, должен установить всех участников процесса в соответствии со статьей 161 ГПК РФ. Если вам препятствуют в осуществлении ваших прав, у вас должны возникнуть сомнения в объективности и беспристрастности судей. В таком случае вы имеете право возразить против действия судей и требовать разъяснений в соответствии со статьей 156 ГПК РФ. Что там сказано в пункте 2? Если судья, если у вас есть какие-либо возражения, вы можете возразить против действия суде. И если судья отказывает вам в предоставлении разъяснений, а по этой статье она должна дать разъяснение на ваши возражения, или повторно, например, нарушает ваши права, вы можете подать заявление об отводе судей. Важно помнить, что заявление об отводе должно быть аргументировано. И я расскажу об этом более уже подробно на своем курсе, в том числе включая основания для подачи такого явления. Еще раз. Ваше заявление об отводе должно быть аргументировано. В нем должны быть основания для подачи такого заявления. Таким образом, мы выяснили, что судебно в заседании имеет право участвовать прокурор, его заместитель. Такой как помощник прокурора в законе не сказано. Итак, если мы обратимся к статье 45 ГПК, а также части 3 статьи 165 ГПК, в том числе статьи 37 часть 5 ГПК, там говорится о том, что полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются прокурорами района, города и заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. Там и указаны помощники. Если в вашем судебном заседании участвует помощник прокурора и он не представил никаких документов, просим суд вынести частное постановление в адрес района в связи с тем, что помощник прокурора, который присутствует в судебном заседании, не способен мотивировать и обосновать ссылками на закон свое присутствие в судебном заседании, где ограничил права гражданина на справедливое правосудие, поскольку его позиция зачастую раскурется с вынесенным решением прокурора. Если помощники присутствуют в судебном заседании, то он должен поддерживать позицию прокурора, а его позиция, как мы знаем, должна быть отражена в письменном поручении. Подайте возражение на участие в деле помощника прокурора, если он не представил документы, а именно на каком основании он участвует в вашем деле, в том числе в отношении него необходимо подавать отвод. Итак, что нам говорит закон об отводе? Если мы откроем статью 18 ГПК, допустим, 33 указ, и читаем, видим, что отвод подаем, и снова здесь написано, прокурору, помощнику судьи. Обратите на это внимание. Вы видите там помощника прокурора? Везде в законе у нас говорится о прокуроре и его заместителе. И если кто-либо пришел от имени прокуратуры, в том числе помощник прокурора, у него должны быть соответствующие документы, о чем мы говорили с вами ранее. Если вам судья препятствует, подаем возражение на действие судьи, поскольку она не соблюдает Гражданский процессуальный кодекс, чем препятствует осуществлению правосудия, как заинтересованное лицо в исходе дела. И подаем отвод. В отводе требуем отразить заявленные мотивы и доводы в полном объеме, с указанием на конкретные основания и опровержение или несогласие, допустим, с ними, а также со ссылками на соответствующие нормы материального и процессуального права, фактическими правовыми мотивами, по которым суд пришел к своим выводам. Установить в вашем заявлении об отводе ложные суждения и умозаключения и обосновать достоверно своих доводов со ссылками на нормы материального и процессуального права. Дать правовую оценку всем вашим доводам во всех заявлениях об отводе с указанием на конкретные основания, по которым ваши доводы отвергаются. То есть сделать их анализ и обеспечить вам право на представление доказательств, подтверждающих достоверность высшего изложенного. О каких доказательствах мы говорим? Мы говорим о протоколе судебного заседания. Об аудиопротоколе судебного заседания. Когда вам в судебном заседании отказывают удостоверить личность, к примеру, лица, который представляет органы прокуратуры. После разъяснений по отводу просим разъяснить порядок его обжалования и не забываем о частном постановлении в отношении прокурора. Вы мне скажете, что отвод не удовлетворяется. Она сама себя не отведет. Вот. Хорошее, конечно, замечание, только есть другие рычаги и воздействия, о которых я рассказываю на своем курсе Шах и Мат. Итак, в силу абзаца 5 пункта 1.2 на части постановления Конституционного суда за номером 2-П от 05.02.07 определением Конституционного суда за номером 42-0 по 25.01.05 суд не имеет права произвольно отклонять доводы, заявления или ходатайства, не приводя фактические правовые мотивы отказа в их удовлетворении. И, следовательно, выносить соответствующее определение без рассмотрения в полном объеме и оценки приводимых доводов, без указания на конкретные основания, по которым те или иные доводы отвергаются, либо принимаются во внимание, а также без ссылок на соответствующие нормы материального и процессуального права. Об этом нам говорит Конституционный суд. Мы не должны забывать о том, что если мы разобрались с нашими правами в начале судебных заседаний, то необходимо понимать, что прокурор в своем обвинительном заключении должен дать оценку ключевым доказательствам. Не просто сказать «прошу отказать», а он должен дать оценку ключевым доказательствам. Если этого нет, то о каком вообще обвинительном заключении мы ведем речь? После вы должны дать свои объяснения на обвинительное заключение. Без ваших объяснений не могут рассматривать ваше дело. После каждого заявления прокурора вы имеете право на реплику. Посмотрите, пожалуйста, постановление КС от 14 февраля 2000 года за номером 2-П о проверке конституционных положений ст. 377 УПК. Итак, давайте я вам напомню полномочия прокурора. Посмотрите статью 27 «Полномочия прокурора». Там сказано о том, что при осуществлении возложенных на него функций он разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. Почему мы не обращаем на это внимание? Он должен вам разъяснить порядок защиты прав и свобод. Напомните это прокурору, если он участвует в ваших судебных заседаниях. А также принимает меры по предупреждению и пресечению нарушенных прав и свобод человека и гражданина привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и вознешению причиненного ущерба. А при наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица его совершившие были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. Когда суд нарушает ваши права, то вы должны призвать прокурора к соблюдению ваших прав. И если прокурор не реагирует, обязательно задаем ему отрод. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном нарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении материала проверки в орган или должностному лицу, который полномочный рассматривает дела о административных правонарушениях. Согласно статье 28. Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или должностному лицу, который издали этот акт, либо обращается в суд по порядке, предусмотренному процессуальным законодательством Российской Федерации. Он должен вынести представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина, даже вносится прокурором или его заместителем. Итак, не забываем, что согласно статье 29 предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. В случае нарушения ваших прав в судебном заседании, неважно, судья это или пристав, когда вам откровенно препятствуют доступе к правосудию, в нарушении статьи, допустим, 159, а мы знаем это, когда вам делают замечание, выгоняют вас из судебного заседания без вынесения мотивированного определения суда, пытаются удалить вас из судебного заседания, призывая к этому приставу, вам необходимо незамедлительно призывать прокурора к пресечению нарушений ваших прав. Нет реакции, вызывайте полицию для составления протокола и даем свои объяснения. Очень часто коллеги сталкиваются именно с такими нарушениями. Мало того, что нарушаются наши права судьями, так еще и прокурор не реагирует в судебном заседании при нарушении ваших прав. Нет реакции. Поэтому вызываем полицию для составления протокола и даем свои объяснения, поскольку закон обязывает именно так поступать при нарушении ваших прав. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что в любой норме права указан прокурор или его заместитель. Если происходит нарушение ваших прав в судебном заседании, именно прокурор и его заместитель должны отреагировать. А помощь прокурора не имеет таких полномочий. Всех противников отводов сразу хочу предупредить. Первое. Необходимо подавать правильные отводы. Второе. Отвод рассматривается выше стоящей организации. Я не понимаю, почему вы этим не пользуетесь. Все секреты подачи отвода я рассказываю на своем курсе. По поводу участия прокурора в рассмотрении дел смотрим статью 35. Там сказано о том, что прокурор участвует в рассмотрении дел в данном случае предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Также вы можете в 45-й статье посмотреть участие в деле прокурора. Также о том, что он дает свое заключение. Напоминаю, что в операционной инстанции то же самое. Постановление пленного ворклона суда в обжаловании в операционном порядке. Там тоже говорится о прокуроре. Никаких помощников, там ничего не сказано. Итак, надеюсь, мы с вами разобрались с этой темой и с тем, что в судебном заседании должен участвовать прокурор или его заместитель. Если вам говорят обратно, пусть приведут в норму права. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Спасибо за внимание и желаю вам выигрышных дел.